И всем привет, ребят, с вами с вами Строманька, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, только-только я записал видос с без... ой, без донат, говорю, с мега-донатного аккаунта, с новым обновлённым молотом на Blunderbass, и оно меня поразило просто в нереальный шок, и если вдруг вы не видели ещё тот видос, то можете перейти по ссылочке в описании на видеоролик, я его обязательно оставлю с мега-донатного канала. И я, недолго думая, хочу протестировать это устройство на основе, хочу посмотреть, как оно будет работать, если на мега-донате я играл на Викинга Молоте, то тут я сыграю на старом добром Хопера Молоте, на старой доброй комбинации, на лютой имбовой комбинации, которая у нас раньше работала на протяжении долгого периода времени, очень и очень круто. Ну и посмотрю, что же стало с этим Молотом в целом сейчас в рамках основных аккаунтов, не знаю, почему у меня выскакивают подсказки, которые я, если честно, особо вообще не хотел бы видеть. Так, не харько, одеваем, одеваем Хоппер, одеваем иммунитет от подавления. Ну и берем вот такую вот торпеду, берем ее, конечно же, с кризисом, потому что лучше кризиса, я думаю, что ничего не будет. Сразу берем резист от Молота, потому что там уже в матчмейкинге могут быть они, хоть я и записываю видос рано утром, но в теории могут уже появиться эти интересные бойцы. Ну и мы пикаем, давайте захват флага. Можно штурм за атаку, можно регби, можно захват флага, нам нужно увозить флаги, ну и делать киллы и смотреть, чтобы противник у нас скучковался. Нереально быстрая перезарядка Блондербаса, ну и в целом должно это все выглядеть очень жестко. Если вам нравятся подобного рода видосы с оперативностью, с максимальной скоростью, то обязательно поддержите данный видеоролик лайком. Не забывайте подписываться на этот замечательный канал и не забывайте про то, что прямо сейчас проходит розыгрыш по моему личному тегу на 1 миллион кристаллов и на как раз таки 30 тысяч танкоинов. 7 тысяч урона с выстрела. При том, что критов вылетает на новом Блондербасе мега большое количество, это выглядит просто нереально жестко. То есть реально критов, ну прям безумно большое количество. Особенно когда ты катаешься вот на таких катках, я в принципе записывал на мегадонате, да, и возможно, ну не будет прям таких мега жестких сейчас эмоций, но на мой взгляд это самое сильное устройство за последнее время, да. То, что можно сделать с этим устройством, можно ваншотить тяжелый танк. Вы просто вдумайтесь, тяжелый танк. При этом перезарядка максимально быстрая. Я могу со 100% уверенностью вам сказать, что это устройство будет нерфить. Просто со 100% уверенностью я могу сказать. Бывает, что залетают в ряд по 3-4 крита, и когда вы ловите этот тайминг, это ну просто забей, это просто забей, это очень жестко, да. И с как раз таки Викингом это работает очень и очень сильно. Но в рамках матчмейкинга для более большой скорости, для как раз таки реализации нашей торпедки, я уже здесь взял, как говорится, хоппера, чтобы у нас можно было уже и доставочки поделать. Оп, мимо доставочки, понял. С трейфом боковым не зацепило. Так, ну и пробуем просто нагибать, пробуем делать киллы, пробуем давать джазу и смотреть, что у нас из этого всего будет получаться. Но эта комбина стала очень сильной. Вот старая добрая комбина с хопперомолотом, только старый хопперомолот в минус так сильно не ложился. Этот хопперомолот все-таки положить довольно легко в минус, да, вот например, как сейчас. Видите, мне просто стреляют чел в бочину, я уже практически полностью раскладываюсь. Да, но что касаемо урона, то здесь просто, ну забей, это очень жестко. То есть то, что здесь летит, это просто нереально большое количество урона. Так, давайте пробуем слить 2000 урона по танку, у которого есть броненосец. По бронику, конечно, немножко неприятно кидать, но а так в целом, конечно, это выглядит мега-мега-мега жестко. Так, Оуди падает на центре, пробуем забирать его. Против у нас играет противный молодой человек с Гауссом. По-хорошему бы мне, наверное, было бы взять резист от как раз-таки Эмми. И чтобы он меня особо сильно не задалбливал. Ну ладно, переодеваться пока что не будем. Есть у меня овердрайвина, которую можно реализовать. Ну, в принципе, вот так вот, например, дадим. Бах, 3300. Без крита. А вот сейчас с критом, смотрите. Бах, добрый вечер. Просто добрый вечер, я диспетчер. Здравствуйте, господа. Здравствуйте, как у вас в дележке? 7000 просто в танк. Просто семерочка в танк так. Дэх! И заезжает этот нереально жесткий урон. Ну и в рамках режимов, где у нас противник кучкуется. Давайте постараемся, наверное, быстро сделать досрочку в этой катке. Блин, опять в минус падает. Не, ну, хоппер, конечно, переворачивается прям очень жестко. Где противник кучкуется. Вот я, например, на мега донате сыграл в осаде. Там это, ну, очень сильно показывает прям вот доминацию этого молота, да. То есть, где можно дать по двум-трем танкам одновременно. Резист вообще не спасает от Блондербаса. Абсолютно вообще никак не спасает. Как бы вы бы там не катали, ну, вообще бесполезно его использовать. По 7000 стычки просто туда его. Туда, куда туда его. Это очень сильно. Это прям мега сильно. Так, титан, бах, 2400. Броненосец. Вот единственная вещь, которая спасает, это Броненосец. Броненосец спасает, да. Все остальное забейте. Вообще, бессмысленно. Резисты использовать от этого молота, это тоже такая себе вещь. Ну, вот Броник, да, Броник супер сейвит. Без Броника считайте, что вы будете безумно жестко страдать от этого замечательного молота. Так, попробуем сейчас выехать сюда наверх. Попробуем дать вот такую тычку. К сожалению, без крита. И, к сожалению, еще одна без крита. Третья 100% критовая. Железно 3 с половой. Просто по резисту залетает и бесшансово его уничтожает. Так, ну, нам надо делать досрочку. Нам надо делать досрочку, потому что я хочу сыграть еще одну катку. Дабы показать, так сказать, уровень этого Блондербаса. Хотя, в принципе, если мы сыграем здесь полный бой, то, наверное, уже и этого будет вполне себе достаточно. Дальше вы уже сами берите, пробуйте, тестируйте. Да, потому что, ну, я не знаю. На мой взгляд, это очень сильно. На мой взгляд, это прям даже не то, что очень сильно. Это мега сильно. Да, то есть старый добрый Блондерчик с ваншотами. Это та вещь, которая, ну, я считаю, что матчмейкингу реально не хватало. Это реально нехватающая вещь, которая приносит безумно большое количество позитивных эмоций, да. Когда ты можешь влетать в противника, давать ваншот, быстро улетать и спокойно реализовывать свою комбину. При том, что у этой комбинации еще и перезарядка выстрела очень и очень быстрая. Просто два выстрела подряд по семерке. Влетаем, улетаем, залетаем, подлетаем на ДАшечку, аптечечку. Ага, и Хантер в меня въезжает. Ладно, наши тиммейты страхуют. Страхуют. О-о-о, ничего себе, ничего себе. Так это что получается? Это получается от штока до штока еще? Это еще и от штока до штока еще успеваем доставочку тут организовать. 650 очков у меня за 7 минут. То есть это, грубо говоря, вообще в полторушку выходить на раз-два можно. Так, Хоппер наш увозит седьмой флаг. Так, ну и я делаю ему легенькую страховочку. Страховочку делаю легенькую. Ну и мы делаем доставку. Хочу запикаться в штурм за атаку. Я что-то чувствую, что в штурме за атаку можно делать прям реально лютую грязючку. Если сейчас меня с первого раза не закинет, то я, пожалуй, поставлю видос на паузу. Запикаюсь в штурм за атаку. И постараюсь реализовать эту комбинацию. Потому что что-то мне подсказывает, что это прям очень жестко. Это мега жестко. Это мега круто. Ну, это реально вот те эмоции, которые я ждал от молота с блендербасом. Только вот мне единственное непонятно, как можно сначала супер сильно нерфить устройство, да, и делать из него прям шляпу усатую. А потом бах! И у вас лютейшая имба. Вот как это происходит, мне вот, ну, непонятно. В моей голове это не укладывается. Как можно из плохого баланса сразу делать в супер жесткий, либо из супер хорошего делать сразу в плохой. Да, то есть вот как это работает в нашей игре, я до сих пор, до сих пор не понимаю. Так, надо было, кстати, в заданки зайти. В особые. Я забыл зайти. Можно было бы сейчас уже половину миссий по ощущениям выполнить. Пока я тут видос записываю. Так, ну и меня уже куда-то закидывает. Куда-то закидывает. Если это не штурм за атаку, то я, пожалуй, сразу ставлю видеоролик на паузу. И уже буду... Да, и уже буду перепикивать. Когда запикаюсь за атаку, мы вместе с вами продолжаем. Спустя три перепика меня закидывает на штурм за атаку. На такую карту, как будущее. Хорошая карта, шикарная даже, я бы сказал, будет для реализации этой комбинации. Ну и будем сейчас пробовать. Будем делать грязючку. Будем делать большое количество киллов. Ну и плюс дополнительно стараться выигрывать эту катку. В принципе, это вооружение можно реализовать как страховочное вооружение. То есть въезжать в резк противнику и даже играть без доставок. Но мы будем пробовать еще и делать доставочки, дабы как раз-таки выиграть этот замечательный бой. Хоть и здесь на этой карте доставки делать довольно-таки сложно. Да, но постараемся. Что-то Хоппер очень сильно стрейфит на нитре. Я так не ожидал, что меня прям настолько сильно далеко откинет. Так, но первая доставочка есть. Хорошо, реализация пошла. Ну и накидочку делаем по резистам. В принципе, все работает очень закономерно. Две доставки у наших тиммейтов уже есть. Прожимаем Оуди, чтобы Викинг у нас не забрал. Снизу достает по типу. Это как вообще? Я на верхнем ярусе стоял и нижнего типа зацепил. Как это работает? Три доставки уже есть. Пробуем выходить сразу быстро в досрочку. В максимально эффективную и легкую. 8 киллов у меня уже есть с первой доставки. Плюс с дополнительной накидочки. Ну и надеюсь, что это не предел. Надеюсь, что мы сейчас еще на большее количество, так сказать, выйдем. Так, ладно, если тиммейты хотят повозить флаги, то пусть везут. Пусть везут, пусть везут. Мне не жалко. Я постою, постреляю, понакидываю, почищу зону доставочки. Покидаю урончик, потому что у меня пушка очень сильная. В принципе, я это дело реализовывать могу. И могу реализовывать довольно-таки просто. Так, ну противник начинает чуть-чуть дефить уже. Чуть-чуть начинают ребятки в деф смотреть. Так, 3 с половой просто в полете. Даем. Пробуем заехать с этой позиции. Ну и отсюда уже попробуем накидать что-то урона. Какой-то грязи. Накидаем, надеюсь. Так, по викинга. Хорошо. Резист. Вот вы видите, да, резист. У молодого 50%. Ваншот. Просто ваншотный резист 50%. Он не может ничего сделать. Даже со своим резистом. Ноль шансов. Против, так сказать, моей замечательной комби-на-цы-и. Так. Но противник у нас начинает подсушивать, если честно. Блин, противно. Очень противно, когда твинс так стопает. Так, ну и у нас начались проблемы с доставками. Начались проблемы с доставками. Наши тиммейты хоть и старались тут возить. Все время. Но начались проблемочки. Доставочек у нас уже не стало, к сожалению. Так что мы уже пробуем своими силами что-то тут сделать. Так. Хорошую тычку даем. Тесл очень много появляется против. Которые начинают сушить 3 Теслы. 4 Теслы, Твинс и Гаусс. 5 Тесел. Просто. Но это Тесла онлайн какая-то. 5 Тесел. 5 Тесел. Гаусс. И что там было еще? Что-то я сказал, но уже забыл, что там было. Твинс. Твинс там был. Вот так вот возьмем. Вроде как правильно я все одел. Вроде как. Сейчас посмотрим, если что. А Теслы я главное взял или не взял? Если я Теслы не взял, то это очень плохо. Это прям мега плохо, если я от Теслы не взял. Потому что самое главное было взять от Теслы. Резист. Потому что Тесел там безумно большое количество. Так, сейчас посмотрим. Зайдем на всякий случай, проверим. От Теслы. Боже, я от Теслы не взял. У меня не оделся рез от Теслы. Офигеть. У меня самый нужный резист в этой катке. Я его не одел. Можно было не одеть от Гаусса, не одеть от Винса. Но Теслы не одеть нельзя было. Потому что Тесел прям мега много. Так, ну и у нас противник начинает играть в Сушулю. Начинает играть в Сушку, в Сушку, в Сушку. Что мы будем делать против Сушки? Ну, наверное, я буду стараться просто въезжать в противника. И буду стараться как раз таки накидывать как можно больше урончика. Да, и если получится прям пованшотать их и дать здесь как можно больше киллов, то я буду считать, что это уже очень хороший результат. Даже с тем учетом, что у нас противник начинает откровенно дефить и дефить так плотно на своей базе. Так, поэтому я в принципе... О, Твинс-то уехал. Значит, это его мины, все ясно. Ну, значит, это вот Твинсай здесь минки. Если он так испугался и сразу резко откатился. Главное, то, что реза нету, это, конечно, плохо. То, что реза нету, это, конечно, плохо. Сейчас бы резистик бы мне очень сильно пригодился бы от Теслочки, чтобы делать доставки. А без реза от Тесла в такой катке шансы мои уже явно меньше будет. Так, ну ладно, ничего страшного. Пробуем. Пробуем давать безумно большое количество киллов. В принципе, наверное, даже условный викинг бы здесь без доставок бы смотрелся интересней. За счет того, что я бы мог бы делать вкусную влеталову по противнику в полете. Давайте взлетаем с прожатием овердрайва, да, с плотной накидкой. Три с половы еще залетают супер жестко. 22 кила у нас уже есть. Постараемся выйти как можно больше. Ну и если наши тиммейты тут возить особо сильно не будут, я бы вообще сам тоже попробовал бы подоставлять. Даже без резиста от Тесла. Это можно здесь пробовать делать. Хоть и это... Ой-ой-ой, нифига себе меня... Это повело чуть-чуть так... Повело чуть-чуть хопера. Чуть-чуть переборщил я скоростью. Но в целом, ладно, хорошо, ничего страшного. Бывают такие приколдесы. Так, пробуем в подборчик. Пробуем. Блин, как-то хопер очень быстро летит с кризисом. Как будто... Как будто скорость стала больше. Так, ну и купол ставит молодой человек, ясно. Понял. Через купол мы уже никак здесь не пройдем. Дроповая птичка есть. Дабл килл сюда. По семерочке вкусной залетела. Семерка еще на добавку. Так, ну и попытка доставить. Хорошо. Противник у нас как раз не открывается. Блин, там бы вот крит бы. Сейчас бы, когда там стояло 4 или 5 танков в одном месте. Но это было бы очень вкусно. Это было бы, конечно, мега вкусно. Так, попробуем еще раз заехать с этой же самой позиции. Которую особо противник не дефит. Так. 1800. 600. Ага, все, понял. Чи мина. Понял, я так сказать. Чи минки. Ребяточек. Вот этих вот молодых, да. Сразу на набревалову. Чтоб они тут больше свои минки не ставили. Так, ну они опять хотят что-то тут у нас делать со своими минами. Ой-ой. Успею первый. Блин, не успел первый. Он подобрал оверку еще и успел быстрее меня нажать ее. Офигеть. Так, ну у нас 30 киллов. 30 киллов маловато, маловато. Хотелось бы побольше. Хотелось бы побольше. Например, такой в полете бы критик, если бы залетел, был бы очень хороший. Так, попробуем стелсика дать. Грязного, грязного стелсулю оформить. Ай, твинс. Твинс с пульсаром, блин. Вот это противность, конечно. Очень большая. 90 уже киллов у противника. Довольно быстро у них получается их делать. Но в турме за атаку нельзя никогда, так сказать, дезморалиться. Да, нужно продолжать ехать в доставке, потому что здесь катки камбэкаются. И довольно легко камбэкаются, если у нас тиммейты сейчас будут ехать. Хоть и будущее одна из самых сложных карт. Наверное, полегче, конечно, чем... Ох, хорошо. Полегче, чем... Осада. Ой, оса. Да, вроде так у нас карта называется. Но все равно здесь тоже довольно сложно делать доставки. Но ептить. Если я вот так киллы буду делать и чистить зону, то может быть сейчас у наших тиммейтов что-то здесь интересное и пойдет. Может быть сейчас какая-нибудь прибыль еще и полетит. Мэн, Теслочки очень сильно много урона наносит по безрезу. И как же обидно, что я его не взял. Так, ладно. Давайте пробуем. Наши тиммейты уже доставили еще плюс. Два вроде как флага. Так, у меня 95% Оуди. Постараюсь выпрыгнуть отсюда. Постараюсь выпрыгнуть отсюда и доставить. Надеюсь, что у меня получится это сделать. Дело хорошо, шикарно. Доставочка еще одна имеется. Так, ну и 4 флага отрыва. 4 флага отрыва. Можно постараться. Можно постараться выиграть эту катку. Еще бы оверка была бы у меня побыстрее. С накопилочкой. Может быть я бы еще бы пилу где-нибудь бы подмутил бы. Накидал бы. Так, хорошо. 3 600. Шикарно. Въезжаем в доставочку. 7 тысяч. Есть контактик. Это может быть величайший камбэк в этой катке. Может быть величайший камбэк. Камбэк, 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 камбэк. Давай, 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 ребяточки. Давай, 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 давай. Пошла движуха. Можно, можно камбэкать эту темочку. Можно. Чувствую, что можно. Коля Седой в Рывалову делает. Еще одну доставочку оформляет для нашей команды. 3 флага отрыва. 3 флага отрыва. Попробую сейчас. Ой, 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 боже. Как же тяжело на этом стрейф в корпусе. Как же он летит. Так, меняем траекторию. Пробуем въехать вот сюда. Попробуем здесь что-то доставить. Но нет, походу. Походу, меня здесь уже набрили. 90% овердрайва. Одну доставку точно я могу с оверки сделать. Мяч никто не подбирает. Флаг, вернее, никто не подбирает. Сейчас попробуем выпрыгнуть. Тогда у меня сейчас овердрайв как раз появится. Чисто в доставку влетало. Уделаю. Оп, хорошо. Шикарно. Есть контакт и чек. Так, и еще 3 доставочки. 3 доставки в отрыве. Овердрайв падает снизу. Очень важно забрать мне эту оверку. Но я не успеваю, к сожалению. Коля ставит еще один. Овердрайв до сих пор остается. Если противник особо сильно киллы быстро делать не будет, то может быть я успею сейчас еще один овердрайв. С земли подобрать. Так, вернее, не земля, а свой накопить. Так, с земли как раз-таки противник подбирает. Так, пробуем въезжать. Траектория шикарная под доставку. Особо противник ее не контрит. Доставка есть. Полтора флага отрыва. Полтора флага отрыва. Игореча въезжает. Игореча, Игореча. Страховочку, Игореча. Хорошо, есть доставочка. Так, мне нужен быстро процент. Процент, 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 процент. Две доставки, две доставки. Может быть выиграем. Может быть выиграем. Коля седой. Давай, Колечка, давай. Родной, верю в тебя. Верю в тебя, Колянчик. Так, и хорошо. Еще килл, еще килл, 80% оверки, но мне надо, мне надо килла, срочно, срочно килл, надо срочно килл, не хватает расстояния, хватает расстояния, 91, все, я уже не пикаю, не делай этого, не делай, волк, не делай, сейчас я в доставку выпрыгну, все будет четко, не стреляйте, не стреляйте по мне, плиз, не делайте этого, сейчас мы попробуем сделать грязючку, Коля седой ставит? Нет, Коля, к сожалению, колянчик не ставит, мы доставочку делаем, все, одна доставка, одна доставка отделяет нас от победы, сумеем ли сделать доставку, 5 киллов до конца, у меня оверки уже нету, если была бы та дроповая, не, все равно не было бы еще одной, чуть-чуть я там подрастерял все свои кондиции в одном моменте, можно было бы, сейчас бы уже закончить эту катку, пробуем почистить быстро зону, 1 килл до конца противнику, главное не слиться мне, главное не слиться мне, еще килл, так, так, аккуратно стрейфлю, ай-яй-яй, нет, все-таки нашего тиммейта сливают, но камбэчная была очень хорошая, 1100 очков, 1100 очков, 47 киллов, и это далеко не предел, это, ну, только малая часть от того, что вы можете сделать с этим замечательным блондербасом, в общем и целом, что я могу сказать, мне очень сильно заходит эта комбинация, мне заходит сам молот с блондербасом, я думаю, что на викинге, что на хопере его можно раскручивать, как я уже сказал, с викингом, реализация с мегадонатом уже вышла у нас на канале, в описании ссылочку я оставляю, поэтому, если что, переходите, смотрите, что у нас там было, ну, а вот такой вот хопера молот на основных аккаунтах, и вот такую грязичку с ним можно делать на постоянной основе, пишите, что вы думаете по этому поводу, обязательно поддерживайте данный видеоролик лайком, если вам понравился, подписывайтесь на этот замечательный канал, если вы еще вдруг не подписаны, сколько у меня контейнеров уже, 150, совсем скоро будет открытие новых, обычных, замечательных контейнеров, у меня на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok